все печаль 4 тура и монголию в июле откроют позвонил монголам приветствую приветствую сейчас немножко подождем кто присоединится я как обычно вышла в прямой эфир предупредив за 30 минут до начала прямого эфира но сегодня у меня такой активный день я выбралась в зону вай фай и пользуюсь возможностью пользуюсь случаем женечка привет горно-алтайску пользуюсь случаем здесь прямо полностью меня уже третий эфир за сегодня идет там на разных площадках друзья я сейчас нахожусь на алтае и это ну продолжение скажем продолжение эпопеи обережной рубашки благодаря вам я здесь оказалась большинству вот кто наблюдает поддерживает я сейчас здесь на алтай нахожусь рядышком мой участок здесь за горой непосредственно и ну когда-нибудь я вам его покажу сейчас у нас такой происходит интересный момент у меня вообще здесь с участком и мы об этом поговорим алтай я нахожусь на алтай и очень большое количество сейчас в директ мне идет писем и идет вопросов мы даже созваниваемся с некоторыми почему без маски без перчатки потому что я в машине вдвоем а больше двух вот если больше бы двух тогда маски так вот я нахожусь сейчас на алтае и как мы пробирались это отдельная история можно посмотреть от шагнув несколько ну посмотреть моих постах это я все сохраняю даже не стала убирать свой рассказ в горно алтайский в принципе потому что ну а когда-нибудь кто мечтает попасть на алтай вы тоже можете прилететь в горно алтайск немножечко посмотрели увидели познакомились с этим городом это населенный пункт это столица горно алтая до республики алтай и все самолеты они прилетают сюда то есть аэропорт у нас в горно алтайский то есть если вы планируете потом путешествовать по алтаю то соответственно до больше трех митинг то соответственно вы прилетите в горные в горно алтайска отсюда уже начинаете с города начинаете разъезжаться ну по разным там частям алтая так вот очень многие задавали вопрос что же здесь происходит как сейчас чем живет алтай и открыли не открыли горная ну алтай республика алтай мы сами ждали с нетерпением вообще вот этих всех новостей все что все что произойдет потому что алтай самый первый регион когда в конце февраля началась вся эта эпопея с ковидом 19 и москва допустим да все остальные регионы потихонечку аккуратненько приучали население к режиму самоизоляции то есть нам помните 15 дней потом еще 15 дней потом месяцок потом еще 15 дней то есть в результате все уже понимаем что мы сидим четвертый месяц вот и как-то вот но грустим да и соответственно алтай он тогда еще в конце февраля самый первый регион который сразу поставил свою ну режим самоизоляции то есть режим как называется слово повышенной готовности поставил до 1 июня тогда уже в конце февраля начале марта да уже было понятно что что-то пошло не так то есть картельный сговор государств произошел и ну почему алтай да вот так поставил ну потому что кто в курсе тот в курсе и вот до 1 июня мы все с вами шли до 1 июня все остальные регионы 15 дней месяц но мы потихонечку шли до 1 июня как обозначил алтай и вот мы все ждали 1 июня что наконец-таки ну возможно откроет регион откроет для путешественников для туристов свои свои земли но 28 мая то есть я сейчас еще это не писал но вот после эфира уже это пропишу то есть вот я сейчас просто возьму в пришел приказ это правительство республики алтай и от 28 мая у них был как раз сбор товарищи вершители судеб и здесь продолжается внести в распоряжение которое было от 18 марта еще дано о ведении решения решения режима повышенной готовности вот 18 марта марта они вели режим повышенной готовности сразу до 1 июня понимаете да в чем секрет и фишка и вся остальная страна потихонечку то есть если бы всю страну сразу ввели до 1 мая в марте вы бы так не улыбались да вы и тихонечко ну то есть ну реально виллы и пошли и вот здесь сейчас они вводят до 22 июня то есть алтай вел до 22 июня думаю что москва которая вела до 31 вода точно также продли до 22 июня ну потому что алтайский край закрыли ну то есть утягиваем пояса дальше на самом деле то есть что сейчас происходит на алтай кто собирается все таки как я в мае я прорвалась сюда мы прошли блокпосты определенные и соответственно ну как их проходили тоже это можно посмотреть в записи сейчас посты продолжают стоять все стоит момент какой то есть вы можете въехать в горный алтай в республику алтай в республику алтай вы можете въехать вы не можете въехать приехать в господи республика алтай и алтайский край я уже мне сегодня третий эфир я уже что-то заговорилась алтайский край то есть алтайский край сейчас закрыли если вы в него приезжаете то есть именно где-то в алтайском крае хотите остановиться то вам будет влеплен карантин на 14 дней это я сейчас я говорю про тех кто будет путешествовать на машине потому что вопросы в директ писали именно те кто сейчас беспокоится едут на машинах или планирует ехать так вот кто там планировал с 1 июня до были ребята мы с вами созванивались до 22 июня продлина режим повышенной готовности и соответственно проехать вы сможете алтайский край там останавливаться не нужно просто говорите что вы едете транзитом иначе ну вас просто не пропустят въезжайте в республику алтай и здесь нужно будет просто готовым быть к тому ответить на вопросы а где вы будете останавливаться потому что на данный момент до 22 июня базы точно также не принимают гостей то есть запрещено можно остановиться где-то арендовать домик то есть договориться где есть аренда да то есть вот в аренду да то есть мы не можем останавливаться не на базах то есть если только базы не сделали по-хитрому есть базы которые ну оформили свои домики на территории то есть не как база а как отдельные домики для проживания поэтому вот такие думать домики вы можете снять в аренду и ехать уже в как к в арендованное жилье то есть все нормально теперь в палатках значит смотрите я сейчас стою на берегу реки палатками то есть я на свою стою на своем участке я стою палатками проезжая по территории ну я небольшие вот вы ездили стоят палатками кто-нибудь в общем такое друзья палатками ну вот в чемальском районе я сколько проезжая до своего участка не видела палатками не стоят и ребята вот у меня друзья уезжали пока я со своим участком здесь вожусь уезжали до ну практически до кошагача это по чуйскому тракту палатками не стоят ну страшновато понимаете сейчас ну народонаселение алтая немножечко уже оба ну становится злым деньги закончились от слова совсем и вот эта вот фраза денег нет но вы держитесь на самом деле уже ну даже ее и не и посмеяться то как-то она не получается на самом деле видеть алтай таким но я думаю сейчас это находится не то что на алтай да то сейчас сейчас везде такая ситуация пустые дороги пустые базы пустые улицы магазины работают да все остальные заведения которые вот были по общепиту не работают понятно и соответственно если вы остановитесь где-то на территории вы должны понимать чья это территория то есть если вставать палатками вы планируете да то есть вы все-таки отправляетесь в путешествие и планируете становиться палатками то вы должны понимать чья это территория чья это собственность частная или в аренде потому что ну как болтается сейчас насторожен и к вам сразу ну допустим ко мне в первое если вы наблюдаете я еще сильно не афишировала да все эти вещи ну так немножечко а потом сделаю историю мало совсем снимала да но снимала то есть мы через три часа как только я приехала на участок и мы встали палатками к нам тут же подъехал полицейский подъехали и участковый с донесением от соседов от соседей что мы стоим тут вот не на своем участке не на своей земле то есть нам это не принадлежит то сейчас это прямо все друг друга сдают реально здесь происходит какой-то трэш в этом плане да то есть потому что вот этого человеческое но люди обнищали рублем на самом деле вот эта человеческая зависть что кому-то приехали и у кого-то возможно есть немножко деньги а кому-то не приехали и вот начинается вот это вот перетягивание одеяла где-то адекватно люди воспринимают это где-то вот большей частью неадекватно и у меня на руках я подготовлена у меня на руках документы я являюсь собственником но не собственником до арендатором этого участка то есть я стою по за встала палатками по закону а так то есть имейте ввиду что вы сейчас по берегу реки вот так вот а бы к бы встали палатками ну не получится то есть сейчас уже в общем нас оцифровывают нас на самом деле уже ставят на контроль всех 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 как бы не хотели упирались не упирались ну это происходит поэтому на алтай вот такая вот ситуация то есть вы приехать можете но просто заранее попробуйте через какие-то сайты личные частников до через сайты общие потому что алтай сильно не занимался как это называется общий то сайт мировой есть b2b где сдают в аренду не помню в общем вы поняли такой известный сайт а то сейчас мне еще в это в рекламе какой-нибудь заподозрят где аренды снимают аренды жилья во всем мире то есть алтай эти вы сильно не пользовался то есть это там какие-то базы турсиб можно найти алтику а частники это в основном больше вот бла-бла и частные сайты то есть попробуйте арендовать какой-то домик попробуйте арендовать комнату то есть что куда-то вы едете в арендованную в арендованное место но если палатками то договоритесь с где вы будете то есть вы должны понимать точку куда вы будете вставать палатками палатками чтобы если но ведь как у нас меняется очень быстро ситуация то есть если вы в процессе движения въезжая в республику алтай изменятся скажем так требования по въезду да и полицейские вас обязуют все-таки пройти карантин мы не знаем вот я допустим завтра планирую выехать из республики алтай да то есть мне приходится сейчас покинуть республику алтай и вернуться в новосибирск то есть две недели я буду находиться в новосибирске и через две недели 15 числа я буду 14 я буду возвращаться обратно на алтай и опять таки буду снимать блокпосты ну то есть прямо по-свежему опять заново проходить блокпосты опять заново проходить если что-то изменится и допустим будет введен какой-то карантин там да и так ну то есть чтобы я обязана буду просидеть где-то до 14 дней то есть опять таки ну должна быть готова к этому то есть ну просто ежедневно мониторим ситуацию ежедневно мониторим требования властей роспотребнадзор да у нас по моему основной основные фишечки вот свои играет вот эти вот то здесь сохраняется что на данный момент то есть вы можете въехать масочный режим сохранен перчатки то есть в общественные куда-то места вы заходите в масках перчатках ну здесь практически тоже также как в городах там 10-20 процентов людей ходят в масках остальные уходят как есть ну потому что ставьте здесь просто воздух но чимальский район я сейчас нахожусь здесь кругом расположена это сосны это такое огромное количество фитонцидов здесь расположен свое время при ссср еще был расположен тур диспансер для детей детей подростков и по-моему он сейчас действующий насколько я знаю был по крайней мере он был действующий надо узнать вот со времен ссср здесь был труд тур диспансер для туберкулез ников если вы тоже о чем беспокоиться это туберкулезе мы третье место до сих пор занимаем по смертности от туберкулеза российской федерации хотя вроде бы как-то вакцинируемся все до из поколения в поколение вопрос что нам с вакциной да все-таки вакцине профилактирует или заражают ну ладно отдельная тема вот так вот здесь фитоциды это доказано это официальная медицина они убивают там все вокруг просто здесь это как раз воздух создан для того чтобы вся легочная там инфекции вообще все что тут плавает и прочее прочее вокруг да находится все это ухо чемальский район в этом плане просто благодать для легочников да если у вас что работает да ну вот отлично подсказывает работает тур диспансер то есть если у вас что-то с легочными какими-то ну легочные проблемы есть то чемальский район welcome здесь прямо уникальный микроклимат для этого и полезный очень воздух для профилактики или лечения уже да если что-то произошло какие-то нюансы поэтому какие маски друзья здесь наоборот надо маски снимать и дышать 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 да чтобы легкие насыщались фитоцидами как можно максимальнее больше но вот к сожалению роспотребнадзор мы понимаем или не понимаем что уже происходит и кто что творит и для чего нам это все делается привет свой умочка привет привет ну по крайней мере вот неделю удалось побывать на алтай у неделю по удалось не побывать на своем участке я сейчас не с афишировала где мой участок расположен потому что на данный момент есть такой нюанс это как мой сосед и кто же в курсе событий я сейчас не могу вам просто предоставить я бы с удовольствием кто сейчас едет обозначила точку и даже без меня заезжайте располагайтесь палатками да и говорите что от макагоши ну то есть со слов хозяйки хозяйка в курсе но проезд закрыт сейчас да идет такой небольшой спор с соседом вот ну вот сегодня у нас были переговоры как раз днем мы встречались втроем нас три участника по земле вот мы рядышком расположены и решали вопрос вот как все-таки нам проезжать не хотелось бы все-таки решать это все через можно пойти на то есть точки зрения здесь можно на раз-два и через суд решить но хотелось бы все-таки все это поэтому я думаю за месяц все это утрясется и в июле я как раз в июне мне все равно здесь не будет именно чемальском районе 14 числа я вернусь на алтай и мы поедем в сторону усть коксы это уймонская долина это гора священная гора белуха для алтайцев ой ну сосед это ума отдельная тема в общем он здесь уже 15 лет судится что его неправильно размежевали в общем он сам свое размежевание когда-то пару как-то сказать то чтобы не сматериться в общем не отмежевался и в результате вот сейчас поимела такие вот ну и рядом с ним соседи мы и да вот сейчас уже действующие тоже не хочется с ним ругаться вот то есть я поеду в имонскую долину к священной горе белуха и мы пойдем на летнее солнцестояние уже непосредственно туда к ней конный поход но вот конный поход по минимуму совсем потому что вот кто прорвется кто не испугается кто не побоится потому что сейчас страха бы обуревает на самом деле людьми страха реально к вида 19 но это как у друзья нам сейчас страх если я вам сейчас начну рассказывать истории про туберкулез и полную палочку коха да и как просто миллионы людей уходят из жизни ежегодно миллионы то есть если у нас от осложнений от пневмонии уходит ежегодно тысячи да и тысячи ну в том году было 650 тысяч это официальная статистика в мире ушло от осложнений пневмонии из-за орви острой респираторной вирусной инфекции то от осложнений то есть смертность смертность от туберкулеза составила в том году 1 миллион 700 тысяч понимаете да то есть это можно просто сейчас так напугаться и ходить вот как раз маска от палочки коха она защищает то есть палочка она эта бактерия она довольно таки крупная и здесь как раз что носитель что не носитель этого да через маску это ничего не проходит вот ну через вот эту вот обычную не вот эту вот усложненную тогда вариант вот это вот да вот вот эта масочка это защищает от вируса а вот которые обычные маски они вот как раз чувствуешь особенного седом он особенно да он такой ну то есть просто нужно ему помочь уже ну раз он лоханулся как говорится не отмежевался свое время и у него вот так вот здесь разобрали все ну просто договориться и помочь и разойтись как говорится сосед соседами соседями добродушными да чтобы дружить потом домами ума да хорошо после эфира позвоню пока я на связи так вот на свой участок я вернусь в июле и надеюсь в июле мы уже разрешим этот вопрос июль август я планирую стоять здесь я уже приспособилась палатками жить и здесь буквально 500 метров я отъезжаю на машине и начинается чемал непосредственно поселок и здесь связь прямо ой как хороша я буду уже сюда приезжать и вести прямые эфиры вести марафоны вести курсы которые вот уже многие соскучились и спрашивают когда уже пойдет курс какой-то очередной или марафон вот и соответственно я все это буду здесь вести и вам сброшу уже точку приезжайте вставайте палатками но у меня здесь палаточный городок будет я не смогу вам предоставить какие-то туалет на улице скажем так да но будем надеяться что что к тому времени базы тоже откроются и вы уже сможете там чуть-чуть у меня побыть и если группы будут собираться там ну количество людей 5-10 да можно прямо и семинары какие-то курсы прямо и на земле у меня попробовать провести проэкспериментировать такого я еще не делала до возле костра все это дело вот ну жалко конечно что у меня не водит не берется там вай-фай и так бы можно было бы вечерние посиделки посиделки возле костра в общем вот такая вот ситуация на алтае друзья кто планировал ехать до 22 июня вы можете въезжать но базы вас не ждут общепит вас не ждет и если вы планируете на палатками останавливаться уточняйте допустим это место принадлежит администрации или это место принадлежит ну какому-то частному владельцу арендатору чтобы не было каких-то потому что сейчас все базлины к вам тут же подъедут и будут требовать денежку главное знайте что это все-таки собственник просите свежие документы реестр заходите реестр сейчас он в свободном доступе скачайте все предложения реестр далее в компьютере посмотрите участки все размежеваны кто кто размежевал в отличие от моего соседа вот и соответственно будете понимать это истинный хозяин или ну с вас просто дерут деньги ну потому что сейчас до местное население сильно сильно пострадала ну как и везде как везде алтай не исключение мы будем надеяться когда я вернусь из белухи мы вернемся 25 выйдем на связь июня что мы вернемся все-таки в нашу страну они будет здесь какие-то я буду 15 10 дней без связи и вот в июле уже будут да ну сброшу вам точку разрешим этот подъезд соседом сброшу вам точку буду рада видеть всех в гости и друзей реальных которых я знаю и вас всех виртуальных я всем рада приезжайте в общем вот такую информацию выдала прошли мы здесь крым-рым блокпосты полицию участковых в общем все узнали что можно и что нельзя для того чтобы находиться сейчас в республике алтай поэтому если какие-то вопросы будут вас все-таки беспокоить пишите звоните что-то предлагаете подсказываете ну и отдельно историю уже о соседей и о том как нужно про покупать землю если вы планируете покупать землю на алтай или объект строительства домик дачу как все-таки ну нужно покупать чтобы то есть какие шутка мар носа не подточил и таких конфликтных ситуации как вот у меня казалось до чтобы их тоже не было ну то есть если все таки если не боитесь до каких-то моментов и вам очень нравится то место где вы хотите взять вот как я да я его увидела по видео самое интересное по видео я его не видела вживую это место мне выслала моя знакомая риэлтор которая здесь живет уже девять лет очень хорошая девочка ответственная но так случилось она проходит свой опыт я прохожу свой опыт но место шикарное вот мы неделю уже стоим я в него просто влюбилась осталось только договориться с соседом и начать его осваивать строить ретрит маленький ретрит центр до юлечка маленький маленький я намного не претендую у меня недостаточно маленький на 30 человек ретрит центра масштабами такими не ходим все остальное как говорится по прямому эфиру проведу туда-сюда вай-фай и будем там уже с вами разговоры разговаривать через костер через уже потому что для энергии на самом деле кто мои марафоны проходят для энергии нет ни времени расстояния не место все равно мы это все переливы делаем ухты у нас сейчас такая вообще гроза идет здесь если ты марин вообще на алтайске начинается гроза здесь такие красивые молнии вообще здесь все так красиво друзья кто ни разу не был приезжайте вот моменты говорю до 22 июня подстраховывать возьмите в аренду домик место где вы больше можете останавливаться вот все остальное вход пока свободный через алтайский край просто говорить идете транзитом там серьезный блокпостом всех также останавливают и прямо вот транзитом 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 иначе на карантин все в общем а болтая рассказала завтра я в переезде но возможно завтра уже в общем со следующей недели я буду 14 дней находиться в новосибирске там у меня хорошая связь я продолжу давать вам информацию рациональном питании лечебном голодании отдыхание дыхательной практике то что и обещалось обережная рубашка кому информация полезна на моих постах кому информация полезна моих прямых эфирах буду благодарна за любую помощь особенно материальная сейчас я не занимаюсь марафонами сейчас вот я просто вот живу как есть ну и как не есть сейчас расходы будут большие на участок земли поэтому я за материальную поддержку прямо ну вот благодарю и делаю вот такие информационные посты все что я знаю я выдаю информацию ну и вместе будем с вами и суставную гимнастику буду буду показывать до тех пор пока не запущу вот опять марафоны но это скорее всего с июля когда немножечко обустроюсь и буду ну для меня будет все ясно все понятно и соседом разберемся чтобы не было таких стресс стрессовых каких-то моментов единственный момент что сейчас у меня до 31 июня в шапке профиля друзья есть ссылка кто обратил внимание у меня был пост перед перед этим я его не успела оформить ну с надписью там планета земля да вот нарисован континент мои друзья мои знакомые это семья семейная пара я просто вот прошу поддержать это уникальная семья они путешествуют более пяти лет на яхте вокруг земного шара и у них очень маленькая яхта их дочка влада младшая выросла нас двух лет на яхте сейчас ей уже девять ну 7 получается да ну вокруг как вот они заявились да у них более пяти лет и они в антарктиде даже были они за нами мы в пересекли с ними в антарктиде в ушуая они рядом с нами стояли на яхте мы на свою то яхту смотрели 22 метра в длину как мы пройдем пролив дрейка это просто трэш да а у них еще меньше и они прошли этот пролив дрейка вчетвером двое взрослых и двое детей побывали в антарктиде вернулись назад они прошли мыс горн то есть но у них там просто такие уникальные прохождение семьей и сейчас они в номинации в хрустальный компас от рго от русского географического общества участвует принимают участие поэтому поддержите зайдите проголосуйте за них я о них и пост сделала вот он последний потом земной шар такой нарисован послушайте на самом деле поддержите это ну единственный момент там почему-то рго ограничила и можно только с российской на территории российской федерации голосовать не знаю почему так русских русские разбросаны везде да по всему земному шару почему такое ограничение не знаю ничего не скажу до 31 идет голосование поддержите ну я считаю это уникальная семья они умнички и режим самоизоляции они давно уже прошли представьте когда вы в яхте на яхте очень маленькое пространство кто был на яхте вы понимаете о чем я говорю и вы находитесь в замкнутом пространстве посреди океана в течение два с половиной месяца у них было самое большое нахождение а посреди океана вот только яхта океан никаких берегов ничего не видно у них был такой длинный переход и вот они вчетвером и как вот здесь люди в квартире находится готовы до через две недели уже задушить друг друга то есть они уникальны в этом плане у них очень много рекомендаций по поводу как не сгрызть не перегрызть себе глотку соседу да когда вот ты находишься вот в таких вариациях это что такое вот и соответственно поддержите ребят потом я уже свой дам свою ссылку на свою карточку для поддержания моих штанов а если мои посты вам ну актуальны интересного получаете какую-то информацию то любой рубль будет мне в помощь ну а вам в карму и смотрите в августе мы решили мы думаем что все-таки в августе алтай откроют так как я здесь июль и август буду находиться в августе где-то середины августа еженедельные путешествия по алтаю мы будем прямо организовывать с евгением самым лучшим гидом алтая по чуйскому тракту вы монскую долину то есть по мере набора группы пишите прямо его еженедельный понедельник 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 деле понедельник самолет прилетает мы вас взяли и повезли по алтаю показывать рассказывать мы будем заниматься и сустав ноги то есть мы будем работать и с физическим телом и духовной практики будем делать и психологически вот эти все вещи потому что перелом души это самое сложное вообще ну можно таблеткой боль суставную до заглушить а боль душевную это очень сложно поэтому будем всеми практиками с вами заниматься на алтайской земле по местам силы пройдем обязательно и исторические археологические и в следующий понедельник да вот группа улетает и вот так вот каждую неделю вот до золотой осени осенью катунь здесь шикарная она становится такого бирюзового цвета прозрачная поэтому пишите записывайтесь уже заранее но мы до 22 июля июня ждем понимаем что алтай нам готовит что распотребнадзор от алтай нам готовит я думаю что все таки июль август ну должны дать людям немножечко немножечко пожить вздохнуть да как-то заработать на зиму потому что ну иначе 1917 год так правительство и между прочим друзья скажу вам по секрету я буду подаваться на депутата новосибирской новосибирской области ну что-то прямо просто вот уже достал это все надо вот надо друзья надо на этом прощаюсь привет вам большой из земель алтая пишите звоните ну и поддержите семью не забудьте в шапке профиля там активная ссылка все пока пока обнимаю